Приветствую всех в школе Джобса, меня зовут Долстон и в сегодняшнем видео я бы хотел поделиться с вами веб-сайтом по изучению английского языка Puzzle English. Я уже довольно долгое время сотрудничаю с этим веб-сайтом и вы также задаете вопросы, как изучать английский по телесериалам и где ты берешь телесериалы с двойными субтитрами. Я также опробовал сайт на себе и прямо сейчас хотела поделиться с этим уникальным продуктом, у которого по сей день нет конкурентов. По правде говоря, я бы не осилил такую работу, которую проделал Александр, президент Puzzle English. Автор проекта является разработчиком программного обеспечения, он также работал в Яндекс. У него всегда возникали проблемы с английским. В то время, если вы знаете, не было нормальных ресурсов по изучению английского. В 2011 году он сделал собственный онлайн-тренажер чисто для себя и бесплатно также выложил в сеть. В 2014 году Александр и Ко нашли инвесторов и да, на сегодняшний день у них более трех миллионов пользователей на сайте. Итак, Puzzle English это набор развлекательно-образовательных программ. В него входит разный медиа-контент, начиная с фильмов, клипов, сериалов и так далее. И весь этот контент идет с двойными субтитрами. То есть вы также можете просто кликнуть на какое-либо слово, откроется перевод, вы можете посмотреть значение этого слова, когда используется это слово, и также добавить свой словарь, что является очень важным аспектом в изучении английского. Также присутствуют разные грамматические видео, связанные с грамматикой, словарный запас, какие-то культурные аспекты в английском и так далее. И что отличается от таких же похожих видео на YouTube, это то, что вы можете также практиковать в игровой форме. Почему Puzzle English? Потому что вы можете просто собирать слова в пазлы для восприятия речи на слух. Также есть очень много аудио-упражнений и подкастов. Кстати, я также помогаю им делать подкаст по изучению английского, используя сериалы и музыку. Обязательно заходите и оценивайте. Есть также очень забавная секция под названием «Витаминки и плюшки». Там разбираются очень такие неформальные фразы или вопросы от вас, пользователей. И это очень отличается от просто уроков английского, потому что иногда вы не можете найти какое-то выражение или слово, которое не встречается в обычных textbook, в обычных книгах. Еще в Puzzle English есть куча игр. Давайте разберем каждую. Первая игра называется «Дуэль умов». Там нужно выбрать какую-либо тему, скажем, Америка, литература, животные. Вы можете также соперничать с другими пользователями или со своими друзьями, используя Puzzle English. Дальше игра «Багаж слов». Оно диктует вам какое-либо слово, и вы должны быстро его печатать. Система также выдает моментальные ответы. Вы правильно ответили или нет. Затем мы рассмотрим игру «Мастер фраз». Там идут короткие видеофрагменты, сериалы, мультики, фильмы. Там буквально одна-две фразы. Она дается очень быстрым произношением, и вам нужно ввести эту фразу за считанные секунды. Бывает, игра вам помогает угадывать данные слова, что не затрудняет играть снова и снова. Переводилка. Знаете такие прикольные картинки с шутливыми фразами на них? Вы можете переводить с русского на английский значение, и также посмотреть, что пишут другие пользователи. Эта секция обновляется почти что каждый день. Затем ненароком можно увидеть секцию под названием «Тесты». Но вы не пугайтесь. Там скрываются очень актуальные тесты, как «Гарри Поттер» и так далее. Я считаю, это очень продуктивно развивать гибкость английского языка. И после такого тренинга изучение становится очень живым. И что круто, там очень много материалов, что вы можете провести, не знаю, целые дни, развиваясь и обучаясь английскому. Все эти ресурсы, ребята, также доступны на мобильных приложениях, как Android-устройство и Apple. Если вы являетесь уже пользователем, обязательно оставляйте свои отзывы и комментарии, как ваши успехи. Что можно сказать в итоге? Очень крутой сервис. Если было бы такое для японского, я бы уже давно приобрел его себе перед приездом сюда. Но также мои родители уже давно хотели изучать английский, чтобы путешествовать и также общаться с моими знакомыми и друзьями. Но я думаю, что когда вернусь на свою родину, я обязательно покажу им, как пользоваться этим и установлю приложение на их iPad и iPhone. Если у вас также есть бабушки и дедушки, которые хотели бы изучать английский, обязательно подарите им. На празднике у них очень много разных акций, так что обязательно следите за этим. У них есть также подарочные сертификаты, как вы можете просто приобрести для них подарочный сертификат. На этом видео подходит к концу. Если вам было интересно и полезно послушать про этот веб-сайт, обязательно оставляйте свои комментарии, делитесь своим опытом. Обязательно переходите на сайт puzzleenglish.com, слушайте мой подкаст. Каждую неделю он появляется там. И еще увидимся. See you next time. What are you doing? What are you doing? Вот так. So sad.